Это плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор. Это бесподобно. Еще бы. Заметьте, Иван Аннарольевич, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовили в славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете? Потом его отсюда калачом не выманишь. Ничего. Бедняга наголодался. Еда, Иван Аннарольевич, штука хитрая. Есть надо уметь. А представьте себе, большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как, и что при этом говорить. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа. Да. Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. Зинуша, что это значит? Опять общее собрание сделать. Опять? Ну, теперь салб пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пени, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее. Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Они теперь резко изменились. Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция, не надо топить. Но я спрашиваю, почему это, когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Вот это да. И почему это нужно, чтобы до сих пор еще запирать калоши и приставлять к ним солдата, чтобы их кто-либо не стащил? Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, первоклассный деляга. Почему убрали ковер с парадной лестницы? Что? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Причисинке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход. Кому это нужно? И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор? Да у него и Филипп Филиппович вовсе нет калош. Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Муржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае. Сделали как раз вот эти самые пивуны. Да хотя они бы снимали их на лестнице. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти тухло в течение 20 лет два раза в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат, долой разруху, я смеюсь. Ей богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот, когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать свудьбы каких-то иностранных оборванцев. Контрреволюционные вещи говорите, Филипф Филиппович. А ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрываете.